Привет, капитаны! В эфире FW Channel, канал, где изучают корабли. В патче 12.0 становятся доступными для обычной прокачки новые крейсеры Японии с десяткой Йода на вершине. Когда этот корабль только был анонсирован, да и потом во время раннего доступа, многие игроки питали надежду на то, что он станет лучшей альтернативой бедняге Зао, который вписывается в современную игровую мету похуже многих крейсеров. Некоторые так называемые спецы даже называли Йода убийцей Зао. Но теперь вскрылась достаточно объективная правда, которая расставляет все дуги над буквой И краткая. И в этом видео мы под шелест ваших лайков окончательно познаем мощь, ну или не мощь этого крейсера, что поможет вам принять свое решение насчет прокачки этой ветки, так как чтобы их освежить для этого обзора я отыграл на нем очередной целый стрим. Хотя уже и до этого играл на нем немало. Ну и посмотрим актуальную сборку корабля. Подробный разбор ТТХ Йода я уже проводил в вышедших ранее обзорах. Поэтому сейчас мы зайдем сразу с козырей, чтобы у вас пропали все сомнения. Дело в том, что Йода уже несколько месяцев находился в раннем доступе. И за это время по кораблю собрался немаленький объем статистических данных. Особенно если смотреть по всем четырем серверам. Данные неофициальные с сайта Прошипс, так что стопроцентной точности они не гарантируют, но все же показывают многое. Также стоит отметить, что показатели раннего доступа могут несколько отличаться от того, что получится при выходе корабля в общий доступ. Ведь в раннем доступе обычно меньший процент совсем зеленых новичков, так как корабль получить сложнее и дороже, чем просто выкачать ветку. Поэтому можно предположить, что в раннем доступе цифры несколько завышены и они могут ухудшиться. Хотя по некоторым показателям хуже некуда. Да-да, Йода впечатляет донностью своих показателей. Давайте смотреть. На нашем сервере винрейт составил 48,5, что ниже среднего и даже хуже ЗАО. Но винрейт это дело такое специфическое и некоторые достаточно хорошие крейсера имеют в среднем низкий винрейт. Так что давайте посмотрим еще и урон. И он самый низкий среди всех крейсеров 10 уровня. И это еще с учетом более скилловых игроков в раннем доступе. Но может это только на нашем сервере так? Давайте посмотрим Европу. Винрейт снова ниже среднего и хуже ЗАО. А по урону опять на последнем месте. По Гибралтару, который еще ниже, явно какой-то сбой базы, так как там процент побед 5,2. Позже я вам покажу еще цифры с другого сайта для объективности. А пока давайте посмотрим еще американские и азиатские серверы. И там снова Йода по урону на самом последнем месте. А вот данные с сайта Woves Numbers. И там тоже Йода на последнем месте по урону. Совпадение? Не думаю. Кстати, ЗАО по урону гораздо выше во всех списках. А Гибралтар вообще в топ-10 по урону по данным Woves Numbers, что подтверждает, что на Прошипс его средний урон показывался неправильно. Итак, думаю, мы посмотрели достаточно цифр, чтобы понять, что так называемый убийца Зао оказался худшим крейсером 10 уровня по урону и в числе донных по винрейту. Бедолага Зао гораздо выше по всем показателям. Так нужно ли качать Йода? А может разработчики соберут статистику и его апнут? Все может быть. Тут уж вы сами смотрите, на что надеяться. Я же расскажу о своих последних впечатлениях от игры на Йода. Корабль собрал я вот в такую сборку. Тут и усиление торпед, и главного калибра, дальность которого у меня вышла 20,9, так как я взял модуль на дальность, чтобы покрывать больше целей и меньше рисковать. Это достаточно комфортная сборка. Но если вам нужно больше ДПМ, то можете брать модуль на скорострельность. Однако дальность тогда будет 18 км. А это уже и выбор целей меньше и риска больше. На дистанции Йода играется достаточно комфортно. Постреливаем, кидаем торпедки, которые идут здесь аж на 15 км, и их много. Они мощные и быстрые, если их качнуть перками и модулем. Иначе скорости их уже может не хватать. Хотя слово комфорт я использую с натяжкой, так как даже на дистанции сказываются такие негативные факторы, как сарайность корабля. То есть большие габариты, большой радиус циркуляции и долгое время перекладки руля. А еще на большую дистанцию снаряды летят очень долго. Ну прям очень. Вроде начальная скорость полета снаряда хорошая, но к цели они летят очень долго. Регулярно ловил себя на мысли, что делаешь залп и уже забываешь о нем. Играешь дальше, что-то делаешь в бою и тут твои снаряды наконец-то долетают. Соответственно, если цель не стоит на месте и не движется тупо по прямой линии, то попасть по ней очень сложно, даже если это огромный авианосец или линкор. Не говоря уже про что-то мелкое. Ну и не мудрено, ведь на дистанции снаряды летят по 16 секунд и больше. Следующий бесящий момент – это урон. Вернее его отсутствие, так как снаряды и слабенькие сами по себе, а еще и бронепробития всего 30 миллиметров. То есть многие линкоры мы не пробиваем. Можно, конечно, взять перк-инерционный взрыватель, я ранее пробовал поиграть с ним, но на этом корабле он мне не зашел, так как тогда пожаров получается совсем мало, а непробитий все равно хватает, так как многие бронированные палубы мы все равно не пробиваем. А вот вам табличка сравнения ДПМ. Здесь корабли с модулями на ускорение перезарядки. И мы видим, что легкий крейсер Йода со своими аж 18 орудиями лучше ЗАО по ДПМ только на 21%. Да и то это на фугасах. На бронебойках ЗАО уже лучше. Так ЗАО ведь нормально пробивает, так как бронепробитие у него 34 миллиметра в базе, а еще лучше поджигает. Так что по итогу в среднем орудия главного калибра Йоды дамажат ощутимо похуже. Это явно ощущается. Стреляешь много, снарядов тоже вроде летит много, но урона почти нет. Для сравнения в табличке приведены данные с другим легким крейсером Вустером, у которого ДПМ оказывается на 38% выше Йоды на фугасах и на 51% на бронебойках. В общем очевидно, что главный калибр Йоды сделали таким слабым в расчете на то, что он свое доберет торпедами, которые по ТТХ достаточно мощные. Но вот беда. Крейсер настолько сарайный, большой и неповоротливый, что торпеды с память на нем неудобно, особенно если подходить ближе. А с больших дистанций торпеды эта штука крайне рандомная, так как не дает стабильного урона. А подходить ближе это всегда риск, который усугубляется тем, что броня Йоды очень слабая. Почти весь корпус у нас покрыт тонким слоем 25 мм. То есть большинство линкоров нас шатают в любые проекции. Дает фугасов получаем больно. Так что выходит, что с одной стороны мы можем стрелять издалека и торпедки кидать тоже издалека. И это комфортно. Но при этом снаряды летят в вечность, урон слабый, попасть сложно. Торпеды же это лотерея. А если ты пытаешься подойти ближе, чтобы хоть как-то повлиять на происходящее в бою, то начинает сильно сказываться сарайность корпуса и его незащищенность. Уклоняться от залпов сложно и они очень больные. И все это в совокупности уже начинает подбешивать и ты быстро понимаешь, что старина Зао гораздо лучше, как по комфорту, так и по урону. Он маневреннее и лучше наносит урон. Что реально мне понравилось у Йоды, так это достаточно мощное ПВО и быстрая скорость вращения орудий, в том числе 5 башен из 6 поворачиваются на 360 градусов. Но это все не спасает положение, так как урона очень мало, а влияние на бой низкое. Можно было бы сказать, что это только я не смог в корабль, если бы мы не смотрели данные средней статистики в начале ролика. В общем, для интереса, конечно, можно качнуть и поиграть. Также это полезно, чтобы начать ценить Зао и осознать, что не так уж он уплох. А на фоне Йоды тогда же и очень хорош. Но ждать от Йода какого-то нагиба или удовольствия от игры, на мой взгляд, не стоит, если, конечно, для вас удовольствие зависит от влияния на бой. Может быть, кому-то нравится сам факт возможности часто кидать торпедки с дистанции, и не важно, как часто они попадают. Тогда, конечно, корабль понравится. А еще мне жаль, что столь слабый корабль назвали Йода. Где-то далеко внутри теплится надежда, что кораблик апнут, когда-нибудь. Вот по-насиатски дзинань же немного начали апать. Так что может и с Йода все наладится. А пока у корабля вроде бы много всего есть по ТТХ, и это подает большие надежды, но на практике все оказывается грустно и нестабильно. С интересом прочту ваше мнение об этом корабле. Также надеюсь, что вы не забудете про поддержку канала, чтобы видео могли продолжать выходить. Всем удачи, крепкого здоровья и до новых встреч в эфире. С вами был Суперджедай. Субтитры сделал DimaTorzok